У современной российской поэзии женское лицо Соломонова, Ахастахова, Вера Полоскова и Катарина Султанова, чье творчество неразрывно связано с театром на Даганке, проектом «Женщина с тысячами лиц» при участии известных актрис, а также творческими встречами с читателями. Мне очень нравится писать для театра. Первый такой мой опыт состоялся для театра на Даганке. Режиссер Влад Маленко меня пригласил, я писала все женские монологи для спектакля. Позже выходил спектакль по моим стихам «Касание», и сейчас мы готовим третий проект, это спектакль «Живые», который во многом состоит из стихов из моей второй книги, которая совсем недавно вышла. И мне очень приятно, потому что меня в этот проект пригласили не только в качестве автора стихов, но и как актрису. И мы с известными актерами, актрисами будем его играть. Нельзя пока мне разглашать только с кем. Это поэтический спектакль, он полностью состоит из моих стихов. Я просто имела в голове список любимых актрис, которых я очень уважаю, и мне бы очень хотелось, чтобы они это сделали. Мы разослали стихи, и это же не коммерческий проект. Здесь только личное приятие, да, то есть настолько тебе должно понравиться. И на самом деле практически никто мне и не отказал, все поучаствовали. Ну вот, например, Лена Ксенофонтова, да, я там в 17 лет первый раз пришла в театр Армена Джигарханяна, пересмотрела практически все спектакли с ней. И так как я начала писать стихи в 20 лет, я даже и подумать не могла, что когда-то настанет тот день, когда эта прекрасная женщина, эта очень талантливая, очень мощная актриса, будет читать мои стихи, она знает их, кстати, много, и прозу, и выступает со мной на моих вечерах, и роликов много в интернете. Но мне кажется, это вот касается абсолютно любого человека, абсолютно любого действия. Вопрос желания. И это большое для меня счастье, и в моменты каких-то сомнений, которые у меня там бывали еще несколько лет назад, это очень прям придавало силу и уверенности, когда ты понимаешь, что люди, которых ты уважаешь, воспринимают тебя как настоящего поэта. Я устала жалеть, прозябать и стыдь, разгребать на блошином сердечный хлам, по ночам скулить, куда делось прыть. Я не плачу. Что ты? Я просто мечтаю, мам, что однажды я скину побольше пуд и начну жизнь с нуля. Это раскрепощает, да, это такая свобода. Я, во-первых, понимаю, что я могу сказать все, что угодно, все, что я хочу. Любой текст, любую мысль. Я вижу, как люди открытые воспринимать. Поняла? Это как-то уводит фокус с себя. Ты вдруг начинаешь понимать, что ты – это что-то такое очень важное, но только в совокупности с огромным количеством. Других вещей, людей, эмоций, моментов. И это здорово, когда ты можешь взаимодействовать вот на таком уровне. На самом деле люди так часто закрыты или стесняются. Все равно это же какие-то энергетические блоки у нас в организме, да, и в душе. И это все, вот, честно, проговариваться, потому что очень важно прожить все моменты. И мне кажется, вот с помощью моих текстов, ну, я, во всяком случае, в первую очередь, да, если это получается сделать для других людей, это чудесно. Ты проживаешь, переживаешь и отпускаешь. А мы же склонны к тому, чтобы запрятать, закупорить, закрыть, забыть, а это же все равно фонит. И мне кажется, очень важно вот прям проживать моменты, дать себе свободу, чувствовать то, что ты действительно ощущаешь в данный момент. Как тебя накрывает его цунами, словно кончиком пальцев электричества подвели. Как сначала искрит, а потом нули. Как тоска безответная гонит на край земли тех, кто давно уже поселился там.